Социальный работник – это не просто профессия, а образ жизни, состояние души. Это труд по призванию. Именно так считает Ирина Шипилина. В эту профессию она пришла не сразу, а спустя годы. Ирина Адамовна родилась и выросла в Омске. В 1986 году вместе с супругом переехали жить в Хасанский район, в село Безверхово. Несколько лет трудились на судоремонтном заводе. Спустя несколько лет предприятие закрылось, и именно тогда Ирине Шипилиной предложили работу социального работника. Ну, сначала я думала, ну такая трудная работа, а потом, когда я ознакомилась и поняла, что она, в принципе, знакомая. Мы же все равно были когда-то тимуровцами, мы всегда помогали бабушкам, дедушкам и воды принести, и снег убрать, и продукты купить, там, да, за хлебушком сбегать. Поэтому все знакомо, все знакомо. И поэтому я пришла и работаю по сегодняшний день более 20 лет. Ирина Шипилина отучилась в Дальневосточном гуманитарном техническом колледже и прошла профессиональную подготовку по социальной работе. И даже сейчас Ирина Адамовна не перестает учиться, проходит различные семинары, узнает много нового. Все для того, чтобы как можно лучше ухаживать за людьми, оказавшимися в сложной ситуации. Мы, как социальные работники, профессионально уже улучшаем их качество жизни, мы заботы окружаем, то есть и даем, так скажем, у нас очень люди сейчас обслуживаемые, они от общества, так скажем, активно участвуют, да, в процессе нашего общества. Это и в праздники, когда мы проводим какие-то мероприятия праздничные, мы проводим вебинар обучения, там, всевозможные онлайн-курсы, помогаем так им, так скажем, по мере своих сил. На попечении Ирины Адамовны ветераны труда, дети войны, инвалиды и пенсионеры по возрасту. Всего 8 человек. Эти люди нуждаются в дополнительной поддержке. Ирина Шипилина старается облегчить их быт и взаимодействие с окружающим миром. Она помогает тем, кто порой не в силах сделать самостоятельно и несколько шагов – улыбнуться без боли или увидеть мир своими глазами. А иногда нужно просто выслушать человека и сказать ему добрые слова. Каждому подопечному у Ирины Адамовны свой подход. Конечно, все индивидуально. Они все очень хорошие, они все очень отзывчивые. Вы понимаете, для них главное и самое дорогое – это не ведение какого-то личного хозяйства, а именно общение, душевное общение с человеком. Они этого ждут, и они очень привязываются. Мы становимся очень, так скажем, родными и близкими людьми на протяжении столько лет. У меня есть один обслуживаемый, который вот с начала 2002 года, как вот мы продолжаем с ним этот путь. Он единственный из того времени, который остался в живых, и с которым мы продолжаем работать. Ему 90 лет. Ирина Адамовна – душевный, отзывчивый и умеющий сострадать человек. Именно поэтому для многих своих подопечных она стала очень близкой и почти родной. Конечно, это уже доверительное, хорошее отношение. Практически, конечно, мы для них вот на сегодняшний день рядом, когда нет родственников, мы для них, когда очень дорогие люди, близкие. И они для нас тоже. Я очень люблю свою работу, и, ну, в общем, мне все, все мне нравится. Труд социальных работников нелегок. Нужно иметь физическое здоровье, доброе сердце и желание помогать. Их работа не только в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке помещений, но и в душевном тепле, который они отдают своим подопечным. Мне хотелось поздравить всех сотрудников нашего отделения, весь наш коллектив, с праздником профессиональным, днем социального работника. Пожелать хорошего, оптимистического настроения, чтобы все были профессионалами своего дела. Здоровья, личного благополучия, веры в лучшие. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.